Ни школьникам никому не нужно изучать домострою, она должна остаться где-нибудь в прошлом, в каком там веке. Знаю, что это Иван Грозный. Эта книга была написана очень давно, но это просто неправильно изучать её. Там можно буквально бить женщину, там можно решать судьбы своих детей не в соответствии с современным законодательством. Так что, ну, как бы я считаю, что это неправильно. Домострою – это классика. Можно говорить, что она устарела, там ещё что-то. На самом деле это было хорошее время. Мы считаем, что всякие книги надо изучать, добавить больше литературы. Например, Карла Маркса. Вообще рамки ограничений какие-то у школьников должны быть, потому что мало морали, мало эстетики. Поэтому домострой – это слишком, но что-то всё-таки какие-то законы, какие-то правила должны ограничивать наших неуправляемых детей. Я бы её в школу не вводила. Она не соответствует современным реалиям. Когда мы будем делать детей либо круглыми, либо квадратными по одному писанному правилу, это не будет на пользу развития как ребёнка, так и общества в целом. Нет, я вообще за гендерное равенство. Поэтому для меня это, конечно, неприемлемая идея. Вообще должна полноценная семья быть. И мужчина, и женщина. Это раса. А то, что домостроить. Ну вот давайте мы вернём деденка в то время, пусть он сам живёт тогда. Я не считаю, что должен быть это в главной семье. В семье должно быть равноправие и понимание. Поэтому это какой-то бред вполне еще. Ну а почему нет? Мужчина, когда он чувствует какую-то ответственность, он начинает что-то делать. Пусть каждый сам выбирает свою роль в семье. Что может быть кому-то нравится внутри архата, кому-то равноправные отношения. Тут это спорный вопрос. Ну может, с одной стороны, и правильно, что мужчина. Ну вообще, мужчина же должен всё делать. Мы живём в 21 веке. И женщины, девушки, в принципе, стараются как-то сами чего-то добиться. Я, например, с удовольствием в нашей семье отдал главенство своей жене. Она умнее меня, она моложе меня. Хоть я там и доктор наук, и лауреат, и там чего только нет. Мы получили то поколение женщин, которые не смогли выйти из-под пяты мужчины, прочитав и усвоив эту книгу, впитав её. Мы получили поколение мужчин, уверовав в свою непоколебимую властность. Жизнь, она такая, она цветная, она не чёрно-белая. С одной стороны, да. Потому что есть назащённые семьи и дети, которые требуют опеки, поддержки. Если в семье совсем всё плохо, так, ну и не надо. Почему нет? Да. Это связь с политикой. Государство тоже большая мерзия. Государство может не вмешиваться, но оно может просто довести семью таким косвенным методом, что в семье нет денег, зарплаты не индексируются. На этой почве и возникают ссоры. Как государство может повлиять на это? Придеть и что-то разбираться в семью? Нет. Есть другой метод. Семья – это святое. Никто не должен грязными лапами лезть в семейные вопросы. Закон о домашнем насилии мы даже ещё не приняли. Вот он должен быть. А такие вещи, кто главный и так далее, это явно решать самим людям внутри своей ячейки. Лезть в семью – это не дело государства. А то может привести к такой вещи, как юминальная юстиция, и мне такие вещи не нравятся. Лучше не лезть. Ну да, воспитание – это дело семьи. Помощь государству в семью, да, перст указующий. Ну, наверное, только с точки зрения рамочных законов, которые нужны, чтобы мы не свалились в хаос. Ну, не уходить, действительно, будем настроить. Субтитры подогнал «Симон»